Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видео урок. Желаем вам успехов! Добрый день! Мы начинаем урок геометрии 9 класса. Сегодня на уроке мы рассмотрим теоретический материал по теме треугольник, который поможет выполнить задание номер 20 варианта ОГЭ. Решим задачу 16 и разберем задачу 24. Начнем повторение с понятия треугольник. Треугольник – это геометрическая фигура, состоящая из трех точек, не лежащих на одной прямой, и трех попарно соединяющих их отрезков. По видам углов различают остроугольный треугольник, треугольник, у которого все углы острые. Тупоугольный треугольник – это треугольник, у которого один угол тупой, а два других острых. Прямоугольный треугольник, треугольник, у которого один угол прямой, два других острых. Для любого треугольника справедлива теорема. Сумма углов треугольника равна 180 градусов. Медиана треугольника – это отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. Медианы треугольника пересекаются в одной точке, и точкой пересечения делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины. Биссектриса. Отрезок биссектриса угла треугольника, соединяющий вершину треугольника с точкой противоположной стороны, называется биссектрисой треугольника. Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, которая является центром вписанной окружности. Перпендикуляр, проведенный из вершины треугольника к прямой, содержащей противоположную сторону, называется высотой. Высоты треугольника пересекаются в одной точке. Средняя линия треугольника – это отрезок, соединяющий середины двух его сторон. Средняя линия треугольника параллельна одной сторон и равна половине этой стороны. Три средней линии делят треугольник на четыре равных треугольника, подобных данному. Равнобедренный треугольник – это треугольник, у которого две стороны равны. Эти стороны называются боковыми, а третья сторона – основанием. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны. В равнобедренном треугольнике бисектриса, проведенная к основанию, является медианой высотой. Аналогичные свойства можно сформулировать для медианы и высоты. Равносторонний треугольник – это треугольник, у которого три стороны равны. В равностороннем треугольнике все углы равны, и градусная мера составляет 60 градусов. Каждая медиана в равностороннем треугольнике совпадает с бисектрисой и высотой, проведенной с той же вершиной. Повторим признаки равенства треугольников. Их три. Первый признак. Треугольники равны по двум сторонам и углу между ними. Второй признак равенства треугольников – по стороне и двум прилежащим к ней углам. И третий признак – по трем сторонам. Рассмотрим задачу. В треугольнике АВС известно, что угол ВАС – 46 градусов. АД – бисектриса. Найдите угол ВАД. Ответ дайте в градусах. Так как АД – бисектриса, то она разделила угол ВАС на два равных угла. Значит, градусная мера угла ВАД равна половине градусной меры угла ВАС и равна 23 градуса. В треугольнике АВС известно АС – 14, АВМ – медиана, ВМ равна 10. Найти АМ. Так как ВМ – медиана, то она разделила сторону АС на два равных отрезка АМ и МС. Длина отрезка АМ равна половине длины отрезка АС и равна 7. В остроугольном треугольнике АВС проведена высота ВАЖ. Угол ВАЦ равен 37 градусов. Найдите угол АВАЖ. Ответ дайте в градусах. Так как ВАЖ – это высота, то значит треугольник АВАЖ прямоугольный, в котором известны два угла – угол АЖ 90 и угол А равен 37 градусов. Значит, угол В будет равен 90 минус 37 и равен 53 градуса. Для прямоугольного треугольника справедлива теорема Пифагора. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Медиана, проведенная из вершины прямого угла, равна половине гипотенузы. Для прямоугольного треугольника существует понятие среднего пропорционального. Так, высота, проведенная из вершины прямого угла, является средним пропорциональным между проекциями катетов на гипотенузу. Катеты прямоугольного треугольника являются средним пропорциональным между проекциями этого катета и гипотенузой. Решим задачу. В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов. М – середина стороны АВ. АВ – 42, ВС – 30. Найдем СМ. Так как М – середина АВ, значит, отрезок СМ – это медиана. А по свойству медианы она равна половине гипотенузы. Значит, СМ равна 21. В треугольнике АВС проведена высота CH, которая делит угол на два угла, величины которых 47 градусов и 71 градусов. Найдите наименьший из двух оставшихся углов треугольника. CH – высота. Значит, она разделила треугольник АВС на два прямоугольных треугольника. Так как угол 1 меньше угла 2, значит, и угол В будет меньше угла А. Таким образом, нам необходимо найти угол В. Из прямоугольного треугольника BHC мы находим угол В равен 19 градусов. В прямоугольном треугольнике угол между бисектрисой и медианой, проведенными из вершины прямого угла, равен 13 градусов. Найдите больший угол, больший из острых углов треугольника. Поскольку СМ – это медиана, значит, СМ равна половине АВ. Получаем, что треугольник СМВ равнобедренный, значит, угол 3 равен углу 4. Так как СК – это бисектриса, значит, угол АСВ мы поделили на два равных угла. И угол 2 равен 45 градусов. Тогда градусная мера угла 3 будет равна разности градусных мер угла 2 и 1 и равна 32 градуса. А поскольку угол 3 равен углу 4, значит, и угол 4 равен 32 градуса. Из треугольника АСВ находим угол А, который будет равен 58 градусов. В треугольнике АВС АН и БЛ – бисектрисы, которые пересекаются в точке О. Угол АОВ равен 98 градусов. Найдите внешний угол при вершине С. Так как АН – бисектриса, то угол 1 равен углу 2. Так как БЛ – бисектриса, то угол 3 равен углу 4. Внешним углом треугольника называется угол, смежный с одним из углов. То есть это угол 5. По свойству внешнего угла, внешний угол треугольника равен сумме двух других углов, смежных с ним. Значит, угол 5 равен сумме углов А и Б. Угол А, в свою очередь, это и есть сумма углов 1 и 2, а угол В – это и есть сумма углов 3 и 4. Мы получили, что угол 5 равен сумме углов 1, 2, 3, 4. Угол ВОН смежный с углом АОВ. По свойству смежного угла он равен 180 минус 98. И получаем 82 градуса. Кроме того, угол ВОН является внешним для треугольника АОВ. Значит, он равен сумме углов 1 и 3. Таким образом, угол 5 будет равен 82 умноженное на 2. И это равно 164 градуса. Площадь треугольника. Площадь треугольника находится по формуле. Половина произведения основания на высоту, проведенная к этому основанию. Одна вторая произведения двух сторон на синус угла между ними. Либо по формуле Герона, где П – это полупериметр данного треугольника. Решим задачу. Сторона треугольника – 29. Высота, проведенная к этой стороне – 12. Найти площадь этого треугольника. По формуле площади. Площадь треугольника АВС равна 1 вторая АС на БН. Подставив число, мы получаем 174. На стороне АС треугольника АВС отмечена точка Д. Так что АД равно 6, ДС равно 10. Площадь треугольника АВС – 48. Найдите площадь треугольника ВСД. Площадь треугольника АВС – это есть 1 вторая произведения основания АС на высоту BH. Основание АС – это есть сумма длин отрезков АД и ДС и равна 16. Подставив данные в формулу площади, мы найдем, что высота равна 6. Площадь треугольника СВД равна половине произведения основания ДС на ту же самую высоту BH. Подставив числа в формулу, мы получим, что площадь треугольника равна 30. В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 10, а угол, лежащий напротив него, равен 30. Найдите площадь треугольника. Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов. Нам известно, что СВ10 и лежит этот катет против угла в 30 градусов. По свойству прямоугольного треугольника катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. Отсюда АВ равно 20. Приметим теорему Пифагора для треугольника АВС и найдем катет АС. Он будет равен 10 корней из 3. Подставив данные в формулу площади, мы получим, что площадь треугольника АВС равна 50 корней из 3. Периметр равнобедренного треугольника равен 16, а боковая сторона 5. Найти площадь треугольника. Площадь треугольника можно найти по формуле. Половина произведения основания на высоту. Тогда нам нужно найти основание и нужно найти высоту этого треугольника. Поскольку треугольник равнобедренный, то сторона АВ равна стороне АС и равна 5. Основание ВС мы найдем из периметра треугольника, и оно будет равно 6. Из треугольника АНВ мы найдем высоту АН. Это египетский треугольник, стороны которого 5,3, и, значит, третья сторона 4. Получили, что высота треугольника АН равна 4. Подставив формулу площади, мы получаем, что площадь треугольника равна 12. Эту же задачу можно решить по формуле Герона. Применив формулу Герона, мы знаем, что у нас сторона АВ – 5, сторона АС – 5, сторона АВ – С мы нашли 6. Полупериметр будет равен 8. Подставив все эти данные в формулу Герона, мы получим также, что площадь равна 12. Рассмотрим решение задачи 24. В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С известна гипотенуза и высота к ней. АВ20, СН8. Найдите длину меньшего из катетов этого треугольника. Построим треугольник АВС с прямым углом С. Проведем высоту СН. АВ у нас 20 см, СН – 8 см. Зная, что высота треугольника есть среднее геометрическое между проекциями катетов на гипотенузу, нам необходимо выразить отрезок АН и АН. Пусть отрезок АВС будет равен х, тогда отрезок АН равен 20 минус х. Записав эту формулу среднего геометрического, мы получим квадратное уравнение. Решив данное квадратное уравнение, мы найдем, что корни его – это 4 и 16. Меньше отрезок АН, значит, он равен 4. Берем отрезок АН равен 16. Напротив меньшего отрезка АН, равного 4, лежит меньший катет СВ. Следовательно, из треугольника СН мы найдем СВ. И СВ получим 4 корня из 5. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание и всего доброго!